Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиде и сегодня в ролике у нас Тобсон на тени. Что интересно, против него у нас будет играть Найтфол на Медузе и катка обещает быть жаркой. Давайте же насладимся ей. Забирает верхнюю баунти руну у нас Тобсон. По закупу он купил себе стики, топорик, танго, а также несколько веточек. Далее хочет докупить себе боттл и на первом левеле закачал себе палку. Также Тобсон у нас имеет 29 тир на данном герое. Одного левела не хватает ему до Грандмастера. И против него у нас на этой линии будет стоять Тимбер. Тимбер это отличный герой в тени и Тобсон будет не просто на этой линии. Давайте же посмотрим, как играть в сложную линию в новом патче на тени. Пытается Денайт, пытается хоть что-то делать. Хорошо, пушит у нас Тимбер. И есть только два Деная. На него идет целая пачка. Надо как-то добивать под тавером, но сложно это все делать. Тимбер не дает. Тобсон никого не добивает. 0-2 у него пока. Это плохо, потому что боттл будет поздний. Это вот неприятно уже. Так, есть левел 2. Взял Эваленч. Теперь будет намного проще добивать Ренджей. И вообще хоть кого-либо. 2-2 пока играет у нас Тобсон добивает еще до Ренджа. Пока в принципе неплохо. У Тимбер аналогичный счет. Отгоняет у нас Тобсона подальше. Не дает ему вообще фармить. Но через эту палку можно, конечно, вообще делать всякую грязь на линии. Те не очень сильно Лейнер. Выгнать его будет очень сложно. Пытается как-то добивать Ренджа у нас Тобсон. Но сложно сделать через Тимбер. Потому что есть очень сильный спелл. Чистый урон у нас от Тимбера. Поэтому тяжело. Через Эваленч добивает Ренджа также. Все в целом неплохо. 6 на 2 и 7 на 2 играют у нас Мидера. Тобсон отстает на одного крипа. Но это не столь важно. Только-только сейчас он купил себе Боттл. И уже несет его. У Тимбера есть уже Боттл, кстати. И забирает он верхнюю руну воды. Также стакает еще пачку в центре. Вот это вот неприятно. Что он будет с ней делать, пока непонятно. Нужно как-то делать и все ему динаить. В идеале. Есть Боттл у Тини. Нужно забирать нижнюю баунти руну обязательно. Точнее не баунти, а руну воды. Ну как бы это бы сделать и не потерять всю пачку и поденайть ему. Динаем только одного крипа. Забираем руну воды. Нажимаем Эваленч. Хорошо. Добиваем еще. Супер просто. И забираем также руну воды. Особо не воевал за нее у нас Тимбер. Дальше у нас апается стики. И пока на этом все. Вровень играют. Тимбер тяжело у нас выгнать Тобсон. Тобсон очень опытный мидер. Чемпион мира, так сказать, дважды. Так, есть четвертый уровень. Закачал себе Тос. Далее по скиллпоинтам играет пока 2-1-1. И дальше скорее всего будет максить Эваленч. А потом возьмет Тос. Апнутые стики у него есть. Против Тимбера это вообще прям идеально. Пытается динайз, но пока особо не получается. Ну, хуже это Тимбер. Тяжелый герой. Через палку просто все добиваем. Кучу урона имеем с руки. И Тимбер тяжело, естественно. Четвертая минута игры у нас в скором. Можно как-то ресурсы растрятить. Можно как-то с ним пофайтиться даже. Но не хочет. Не хочет. Рясываются руны воды у нас. Дается Валанч и разбегается просто по рунам у нас. Один наверх, другой на бот. Скушал так же палку и выдвигается. Валл 5 имеет один. Также Валл 5 имеет и другой. Тимбер у нас будет собирать себе базилку и арканы. Кстати, хорошо напал Эбаланч и Тос. Просто-напросто добивает у нас фулл хп. Но Тимбер плотный. Его не так просто будет убить на этой дине. Если бы была бы тут как-нибудь, я не знаю кто, кто-нибудь как-нибудь пак бы. В общем, можно было как-нибудь с ним повоевать. Но так тяжело. Доносит себе тапок. Дальше Винглайн снесет. Бросает в него эту палку. Дальше выдвигается за руной волшебства наверх. И кстати, можно стянуться, но не имея левел 6, а без Гроу, как-то не хочется выдвигаться на верхнюю линию. Поэтому смещаемся дальше к центру. По времени мы пока ничего не можем стакнуть. И поэтому максимально играем на свой фарм. Давайте посмотрим по нетворсам в этой катке. Видим, что Найт полно занимает первое место. Потом идет Тимбер, ДК и только-только играет потом у нас с Топсом. Тимбегал на базу, я так понял. Восстановил себе ресурсы и приехал полностью заряженный. Хорошая Воллайнч. Качается у нас Туас. Куча урона с руки. Теперь становится вообще просто супер. И сопротивление замедлением также у нас есть. Шестая минута. Активка. Суппорт истягивается. Тут у нас Вич Доктор. О, нашли Леон также. Ой, какая же досадная ошибка у нас от Вич Доктора. Но Леон отправляется также в Таверну. Хороший размен. Суппортов в суппорту. Молодцы у нас скорой команды. И Рейдент, и Дайеров. Но активку забирает у нас Тимбер. Среагировал он немножко получше в этом моменте. Ошибается также Верка. И Верка также отправлять в Таверну. А вот это уже, конечно, было лишнее. Видите, еще раз не хотелось бы. Так, у нас летит в центр ВД. Реверит Боттл. А вот это всегда приятно. Добиваем еще тележку на шестой минуте. Но много ХП посрали на Тауэр. Вот это вот плохо. Ставить у нас Центрик. Потому что понимал, что идет ВД у нас на верхнюю линию. И, возможно, был бы ком-нибудь Вард бы здесь, либо где-то здесь. Пока непонятно, где Тимбер. Нужно сказать ребятам своим, что ребятки, будьте поаккуратнее. Левел 7 пока аппает у нас Топсом. По стилплоинам давайте посмотрим. 4-1-1-1 у нас играет. Максид он пока Эваленч. Далее хочет играть, я так понимаю, в Тос. Чтобы просто-напросто бандшотать и убивать кого-то на линиях. Разбивает он ОПС. Просто супер. И дальше стягивается на верхнюю линию. Хочет убивать Кентавра. А куда у него нету Стампида? Тут у нас и Марсин. И Леон. Хорошо Тосает. И минус один герой. Хорошо. Хороший Шекл просто. Гранатка туда же залетает. Заходит за Тавр у нас Топсом. И это минус Марси. Отличное начало игры. Хорошая работа. Молодцы. Доносится ему также ПТшка. Есть у него ОПС. Есть Стики. Есть Боттл. Скоро у нас будет 8-ая минута. Скоро будет также активка. Нужно отпушить центр. И потом выдвигаться куда-то вместе с командой. Леон уже стягивается на активку. Ставит он туда же Сентрик. Хороший Валенч. Плюс Тос. Плюс еще Пауэршот. И минус Леон забирается. Еще также у нас активка. Руна Иллюзий. Вообще супер. Нужно чихать на этого Тимбера. И отпушивать центральную линию. И Топсом вырывается у нас на первое место. На 8-ом минуте он имеет 4000 натворца. Это очень много и хорошо. Кстати, у Найтфолла снизу вообще просто отличная игра. Давайте посмотрим. Он хочет выходить в Фаст Яшу. Интересно. На 8-ом левеле взял себе Тос. Также дальше. И Максит его. Далее. Стягиваемся наверх. Нажимаем Смог. Стакаемся вместе с суппортом. С Веркой. Также тут у нас есть ИВД. Но есть 6-ой левел у Кентавра. Поэтому тяжело. Даже не хочется на него нападать. Ждем мы ВД. Нажимается ВЛНЧ. Отличная связка. Туда же залетает у нас все. И это минус Кентавр. Хорошая стяжка от Топсона. Молодец. Далее ставит себе даггер. И через 600 золота уже будет иметь. Это очень ранний даггер. И будет просто наводить суету на карте. 4-0-1 пока играет. Все у него очень хорошо. Конечно, хотелось бы также убить еще и Найтфолла. Но понимаем, что это будет сделать очень тяжеловато в этой катке. 5-1000 на 10-ой минуте он имеет. Это эталонский Нетворс. Просто супер. Далее просто нагло на ноге стягивается на верхнюю линию. Хочет найти Кентавра или какого-нибудь суппортика в идеале. И просто-напросто уничтожить их. Ну, почему бы и нет. Десятая минута. Все-таки на активку стягивается. Понимает, что вся команда Радиант играет на активке. Нашли Кентавра. Ну, нет, не хочет. Тимбер забирает руну невидимости. Неприятно. Топсон, это была бы просто идеальная руна. Он бы сейчас стянулся бы на топ. И просто бы минус 2 бы каких-нибудь сделал. Было бы просто супер. Но хочет дофармить себе даггер. Дофармить смог, скорее всего. И выдвигаться вместе с командой насиловать соперников. Есть у него даггер. Отлично. Нажимается стампид у нас в топе. Летит, 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 не летит. Не летит, не летит. Не летит. Все-таки у нас топсон. Умирает ПЛ. А вот это вот. Это грустно. Каори умирает. Хватит ли ему в соло урона, чтобы убить кентавра? Мне кажется, что нет. Нужно найти какого-нибудь суппортика и убить его. Обходит кентавра. ВД у нас также в спине. Влендж заходит. Дальше ТОС. ТОС идет. Также фовершот от VR. Но блин. Блин, не хватает урон у нас по кентавру. Тут еще 4 героя команды Рейдинг. Поэтому опасно. Супер опасно. Как им зацепить? Отличный дагерь. И минус кентавр в этой катке. Молодец. Главное теперь выживать. Главное выйти из этого замеса. Хорошие пошли каски от ВД. Туда же ульта. Но все пока тщетно. Секунда остается до Вленджа. Есть также у нас еще и дагерь. Начинает прыгать, 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 прыгать. И замедляет. Влендж плюс ТОС. И это минус Марси. Божественная игра от Топсона. 6-0-1 играет данный игрок. Дабл пилс. Совершает. И можно играть пока дальше. Почему бы и нет? Эбл анш плюс ТОС. Дагерь через одну. Есть дагерь. Есть все. Можно прыгать в Леона. Но хочется играть через активку. Активка через 4. Найтфолл. Десятый левел. Тяжело. 6 тысячный творца имеет. Очень плотный актив. Активка у нас урона волшебства. Но почему бы и нет. Кстати. Найтфолла уже скоро Монтан. Очень хорошо фармит данный игрок. Тяжело у нас будет играть против него. Тяжело будет убить эту Медузу. Так. Все-таки в Кентавра хотят. Нажимает ВД у нас телепорт на верхнюю линию. Есть Эволенч. Есть ТОС. Очень много КП теряет у нас Кентавра. Нажимает он Слабит Стан. И выдвигается. Кидается в него. Палка. Замедляет его. Даггер через одну. Есть Эволенч. Есть ТОС. Тычка, тычка. И это очередной раз. Минус смерть от Кентавра. Господи ты мой. Какая хорошая игра от Топсона. Просто бегает и убивает. Какая хорошая реализация Даггера. Десятый левел. 4-4-1-1 играет по сквейтпоинтам. По талантам пока ничего не берет. Нажимается очередной раз смок. И далее выдвигается на верхнюю линию. Хотят максимально уничтожить хендлайнера. В этой катке, я так понимаю. Сейчас ловит его на Терепорте, да? Это было бы слишком. Слишком было бы хорошо. Есть угракс. Есть 2000 здоровья. Господи мой. И пока 6600 он имеет. Так, нашли стаки. Нажимается ответный смок от команды Radiant. Интересно. По Т2, кстати, тяжело заходить. Возможно, это байт какой-то даже. Медуза есть у нас снизу. Пытается кого-то подловить. Нашли также кентавра. Кентавр все-таки находится у нас в топе. Можно пробовать силу с ним. Но непонятно, где находится вся команда Radiant. Вся команда Radiant выходит у нас на ДК снизу. И ДК, скорее всего, отправится в таверну. 14-ая минута. Руна Мудрости. И забирает ее Топсон. Хорошая игра. Тут у нас Леон. Ой-ой-ой. Досадная. Телепорт. И минус Леон. В размену ДК. Хорошо реагирует. Молодцы. Но летит уже вся команда Radiant сюда. Понимает об этом Топсон. И просто-напросто улетает на Т2 снизу. Нужно как-то Death at Nightfall. Также хочется брать руну Мудрости. И забирать. Господи, ты мой. Еще одну руну Мудрости. И 11-ой левел с половиной у нас не имеет Топсон. Тут у нас есть стаки. Стаки бы также хотелось бы зафармить. Мне тяжело фармиться. Оставим, может быть, Пэлло. Я не знаю. Куча времени пока теряем на этом всем. Мудрости немедленно фармить. И мы нажимаем шар для того, чтобы намного лучше фармить. Можно было бы это стондо купить. Заменить на боту. И восстанавливать себе ману. Нет. Он хочет в урон играть у нас. Да. Я не вижу его курьера. Вот он идет. Нет, это не он. Пэлло. У него есть аганим. Так. Топсону. Возвращается он на центр. Идет атака от ДК на Т1. Топсон ищет себе цель. Находит тимбера. Но тимбер это невероятно плотный герой. У нас тут замес в центре. Но это тяжело. Будет остановить тут вся команда Рэдин. Минус ДК. Но ДК добивает Тауэр. Хотя бы так. Хотя бы так. Что у нас у ДК, кстати? Даггер? Нет. Мэтч Слэйер. Далее хочет выходить в аганим или в манту. Посмотрим. 16 минута. С активкой не угадал. И тимбер очередной раз забирает у нас активную руну. Тысяча золота за команды Рэдин. Невероятно хорошо у нас играет Найтфол. Очень круто он фармит в этой катке. Есть уже диффуза. Есть монта. Господи ты мой. Далее будет дисперсер и бабочка. Я не знаю как останавливать этого героя. Хорошо у нас рыгает Тобсон. Убирают он просто-напросто Марси с одного Рокаста. И на этом все. Дальше разворачивается в Леона. Есть у него ТОЖ через секунду. Поднимает Леона. И добивает его. Хорошая игра. Это очередной килл в копилку Тобсона. 10-0-1 играет данный игрок. Просто супер. Просто бегает. Убивает всех суппортов на карте. Хорошая игра. Уже летит к нему. Что к нему летит? Сейчас посмотрим, что к нему летит. Вроде сабли уже должна быть. Угу. Сабля есть. На 10-м левеле. Закачал себе левый талант. Разбивается. Обс. Можно нажать смачок. Кстати. И куда-то пробовать выйти. Компинайт пола бы найти. В этой катке было бы вообще супер идеально. 4-0 играет данный человек. Нужно как-то считаться с ним. Потому что это просто. Вы взгляните просто. Это просто вау. Опа. Нажимаете на обсе. У нас смачок. Понимает ли об этом команда Дайр? Надеюсь, что понимает. И это будет просто супер. Нужно как-то ловить. Нужно атаковаться вместе. Ревелит у нас Топсон. Все. Есть у него дагерь. Есть у него все. Можно пробовать как-то убить какого-нибудь суппорта. Прыгнуть загулявшего. Нажать ответный смок. Почему бы и нет? Нашел Марси. Прыгает. Прыгает. И бывает. Чтос? Повершот. И минус очередной. Суппорт. Хорошая игра. Молодец. Через просто 6 секунд мы сделаем то же самое с Леоном. Просто будем фармить золото, 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 золото. Забирает себе руну щита на 18-й минуте. Можно и впитать урона пойти. Суппорт в суппорта все-таки у нас пофайтились. 14-14 счет. Игра, можно сказать, равная. Нашли Леона. Повершот. Тос. И это очередной килл. Для Топцина. 12 убийства в игре для него. Что-то невероятное он делает. Ставит себе дальше к Ханду. Хочет наносить просто огромное количество урона с руки. Нашел Марси снизу и выдвигается прямо за ней. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну Марси скорее всего отпушила линию. Зафармила вот это вот и убежала куда-то дальше. Стянулась на центр и стоит за Тимбером. Поэтому Топцина принимает верное решение. Фармит леса вражеский. И пока на этом все. Что у нас там у Найтфолла? Ничего нового пока не появилось. Находит у нас снизу кого. Находит верку верка в опасности. Также кентавра начинают хотят убить в размен. Размен на вверху кстати очень неплохо. Богоподобен также у нас Тимбер. 9-0-10-0 играет данный игрок. Ничего себе. Все очень хорошо у него. Топцина выдвигается к своей команде. Нужно как-то помогать. Нужно попробовать убить Леона. Это самая сладкая цель для него. Но нет. 20-я минута у нас. Ресается активка. Активка снизу. Это руна иллюзий. Не самая лучшая руна конечно. Хотелось бы комить инвиз. Либо дабл дэмэдж, хаста. Был вообще идеально. Но иллюзии ну такое. Так у нас снизу замес. Умирает ДК. ДК неприятно. Связывают Найтфола дальше. Топсон выдвигается. Обходит в спину команду Рейдинг. Можно стянуться на суппорт и попробовать их убить. Тут у нас Медузка. Хорошо. Тосит его в своей команде. У Медузы нет ультимативной способности. Нужно ее бить. Очень мало маны остается у нее. Почему бы и нет? Но боится пока Рига Топсон. Через одну секунду прыгает. Когда будет Аваланч прыгает на Медузу. Также ее выталкивает. Ой. Нажимает на него Хекс. Очень много хп. Он теряет. Начает всасывать все буквально. Стики через очень долго. Выживет Леон. Ай-яй-яй. Одна секунда. Не успевает стики нажимать. Какая тупая смерть досадная. Так же умирает вся команда Дар. Не добили они Найтфолла. Просто этот Леон сосет ману. Просто невероятно много. Есть у него уже дисперсер. Ооо. 14 тысяч у Найтфолла. 5-0-5. Он играет. Какая тяжелая игра. Не хватило немножко на стике. Он выложил не то, потом обратно то. И вот это зарешало. Ему плюс еще хп. Блин. Так же умирает еще ЭП у нас. Вообще прям супер. Как же много золота. Как же много ЭКСП заработала команда Радиан с этого замеса. Просто грустно. 12 килов отдал у нас Тобсон. Сколько золота за него вообще? Залутали. 900 золота просто. Копилку Тимбера. Этернал Шрауд у нас. Кая плюс Саша. Новая имбалансная. Ну и пока все. Леон играет пока. Без даггера. Через линзу. Тобсон решил пока дофармить Ханду. Убавил свою агрессию. Играет пока на свой фарм. Мне кажется команда Радиан хотят забрать Рошана в скором времени. Им обязательно это не нужно дать сделать. Просто обязательно. Нажимается смок от команды Радиан. Нужно сыграть по Сейвове. Выставить суппортов. На переднюю линию. У Найт Полу у нас что? Почти бабочка скоро будет. Угу. Отпушил центр. Выдвигается пока на энчинтах. Хочет дали отпушивать также центр. Но непонятно где находится команда Радиан. И нашли все-таки Пэлла. Блин. Не самый лучший килл конечно нашли. Точнее самый лучший килл. Но не самый лучший килл для команды Дайер нашли. Нашли бы какой-нибудь лучше ВД. Или ВР. Вообще было бы классно. А так нашли Пэлла. Пэлла кстати не самая лучшая игра. Шестое место он занимает пока. Хунетворцем. Не может найти свою игру. Тяжело ему играть в медузу. То с тимбером. Хотя топсон максимально ему. Прибегал убивал убивал убивал. Пэлл нужно было только не фидить и фармить фармить фармить. На пятнадцатом левле закачал себе левый талант. Плюс 80 урона к эбаланчу. Теперь с упортом точно не поздоровится. Выходит у нас выход идет на Т1. Добивает Т1. И дальше стягивается с командой. Угу. Доханда еще пока долго. Найтфол у нас выходит на Т2 снизу. С легкостью его забирает. И совсем скоро уже дофармит бабочку. Ну а как убить вот эту вот медузу. Вот этим вот Пэллом пока. Я пока не знаю. Тяжело это будет сделать. Нажимаете на смог. Главное Пэллу только не умереть. Уходят Марси и Марси отправляются в таверну. Невероятно плотный герой. Что у тебя? А в Резбенде. Понятно тогда. Так же ошибаются еще и Тобсон. И Тобсон также отправляется в таверну. К ВД и КПЛ. О господи ты мой. Как они их находят так быстро. Где же была вся команда? 9 тысяч за командой Редиант. Далее сносят Т2. Найтфол начинает бить. Летит к нему уже бабочка. Просто с легкостью добивает Т2. Никто не сможет задехать. 18 тысяч нетворса на 26 минуте. Господи ты мой. Какая огромная медуза. Да и удалось дальше. Я даже не знаю что делать. Пелу как-то нужно фармить. Вот яша. Стоит ли уж и? А нужно ли уж и? Так крестить у нас Тобсон. Есть у него Ханда. Есть сабля. Есть даггер. Есть 15 уровень. Какой у Найтфола? 19-й. Господи ты мой. Дашь ставит себя БКБ. Вот так он решил. Да, отыграть видимо. Забирает Эйго себе Найтфол. Это было очевидно. И умирает еще и ВРК. А вот это вот очень плохо. Потому что слишком много фидят. 7 раз уже умерла ВРК. 8. Ой тут руна. Руна богатства. Так много. Ну пока Тобсон фармит леса. Конечно в идеале бы есть был фармил энчинтов. И ПЛ бы если фармил энчинтов. Разблочили ему энчинтов бы. В центре там все опсы бы. Вообще было бы супер. У нас радианцев ДК или мне показалось? А нет это от этого. Понятно тогда. ДК у нас Матч Леер. Монта. И Даггер. Далее будет Блу Торн. Хороший выбрать там АФДК. Мне нравится. Так нашли Марси. Марси можно ловить. Станк. Станк есть. Хорошо. Эваленч плюс Тос. И минус Марси. Хороший выход. Молодцы. Заходит на двойку. Отправляется у нас иллюзия от ПЛ. Ну у Найтфолла есть Эгис. Это пока тяжело будет сделать. Надо убивать Леона. 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 У него станут залетать. Эваленч плюс Тос. Но тут просто-напросто культует Найтфолл. Нужно ему улетать. Или это будет для него смерть. Хороший файл. Плоти. Галя команды Дайр. Нужно оставлять. Нужно ловить. Через 6 секунд у нас будет Эваленч. Активка. Дабл дэм. Там еще есть... О-о-о-о. То, что надо, как раз таки возвращается. Тут у нас Тимбер. Эваленч пошел. Тычки. Бьет. Станут ДК. Ну невероятно плотный герой. Господи, что это? Как остановить у него? Что это вообще такое? Нажимает на простом пусте телепорт. На этом все слишком далеко было ВРК. Слишком далеко был у нас ВД. Поэтому не убить, не оставить, не зацепить. Ничего себе не сделать. Но сделали минус 2. Уже хорошо. Дальше можно сломать Т2 в центре. Либо найти Найтпола. Но это будет только Эгис. Хороший шейкл от ВРК. Но ВРК умирает. Можно развернуть, пробовать убить также Марсе. Не хватает урона. Надо было бросить палку. Но все равно бы не хватило бы, скорее всего. Замедление пошло под синий. Очень больно. Есть у него толстый. Всякий случай может откинуть, откидывать героя. Есть и баланч разворачивается. Баланч, баланч, баланч нажать. Но выжигает всю ману. И Топс отправляется в таверну. Неужели будут заходить на ХГ? Неужели будут байтить на байбэк? Пока непонятно. Десятку ведут. А Эгис есть. Почему бы нет? У ПЛ есть телепорт. Есть телепорт. Ну, в любом случае будут заходить на ХГ. В любом. Ставится Ops. И Nightfall заходит на ХГ. Вау. Ну, скорее всего, это минус Мид. Нажимается Глиф. Пытается хоть как-то дефать. Кентавр заходит у нас по нижней линии. Ой-ой-ой-ой. Не мне лишний упадет, Барак, скорее всего. Тут пытается задефать как-то у нас ПЛ. Нажимается вон-то. Плесается у нас Топсон. Летит. Можно зацепить эту Мидузку. Вот так вот его по Т4. Хорошо. А Барак пока стоит. Барак стоит. Мидузка выбивает. Иду из меня. Господи, ты мой. И Топсон умирает. Тут их затыкали. Вот каким-то образом нажимает. Он сразу же байбэк. И выдвигается. Даже Nightfall первый раз не убили. Господи. Какая досадная ошибка. ПЛ никого не убивает. Ничего не делает в замесах. Умирает у нас Гентавр. Но Топсон с байбэка не хочет умирать еще раз. Выбегает он из замеса. Надо выбить хотя бы Аегис. Выбить хотя бы хоть что-нибудь. Теряет Аегис у нас Медуза. Хорошо. Также умирает еще у нас и Леон. Надо убивать еще раз. Надо убивать еще раз. Прыгает Тосать его. Прыгает Тосать его. Прыгает Тосать по Т4. Хорошо. Ну все. Нужно как-то дефот. Стан и стан. Замедление пошло от палки. Отличное замедление. Нажимается Саленс. Есть Эволенч. Есть Тос. Ну и на этом. Все Nightfall. Минус 1000 золота. Вау. Супер богатый у нас на ЦТК. Дальше еще можно Тимбер зацепить. Тимбера нужно цеплять обязательно. Секунда через Эволенч. Есть Эволенч. Есть Тос. И Тимбер также отправляется в таверну за Медузой. Хороший файт. Можно поаплодировать команде Дар за Дефри. Через Байбек и через все. Но это был крутой файт. Молодцы. Минус 5 с Байбеком. Уф. 6000 золота заработала команда Дар за этот замес. Апнул себе 20 левел. Закачался правый талант на ульту. Я так понимаю. Хочет бить теперь с руки. Будет урон получается у нас Аганим. В дальнейшем. И Аганим Шар. Хочет взять. Потому что. Понимает что Тинемаги. Он не справится в этой катке. Можно попробовать снести Т2 кстати. Но нажимает телепорт. Хотя вся команда Родент находилась у нас в топе. Ну побоялся. Побоялся он с Топсом. Немножко ему остается до БКБ. Формит лиса. Девятка пока идет за командой Рэден. Игра пока затихла. Все боятся. А что у нас по байбекам? Есть только у ДК и у ПЛ. Будем знать. Нажимаете смок команды Рэден. Нужно быть супер аккуратными. Непонятно вообще где они находятся. Видят иллюзии. Найтфола в центре. Стягиваются все под базу. ПЛ также убегает. Нажимает скан под себя. И стягивается команде. Нажимается у нас также Сентрик. Шла атака по Топсу. Очень больно. Неужели вы топлив? Добивает его без байбека. Господи ты мой. Без БКБ без ничего. Стики так же не спел нажать. На варде вот этого словили. Просто не прочекали очевидный вард. Господи ты мой. Найтфол начинает бить у нас 5-4. Неужели игра так быстро закончится? И так же еще убили ИВД. Как отдефать? Как справиться с этой иллюзой? Да и даус у него есть. Дальше ставить себе скади. И Найтфол начинает бить. Найтфол начинает у нас бить Тавр. ПЛ с мантой и с диффузами. Мало. Нужно больше айтемов. Хотя бы дисперсер себе так же иметь было бы неплохо. Падает у нас нижняя линия. Добивает Барак. И Барак так же умирает. Господи ты мой. ПЛ зацепили. ПЛ мало хп. Но есть байбэк. На всякий случай мы об этом помним. Байбэк пока не жмется. Хранится. Так же умирает еще и ВР. Минус 2. Минус 4 в итоге. Господи ты мой. Неужели это все? ДК даже не летит. Просто фармит леса. Понимает, что в соул ничего не сделает. Так, снесли нижнюю линию. Через 40 секунд только будет Топсон. На ДК скипнул пачку. Хорошая игра. Линия снизу находится в жопе. В центре скипнули пачку. И команда Резион скорее всего будет играть через верх и заканчивать эту катку. Либо дождутся Рошана. Бьют его. И пойдут заканчивать. Какая досадная ошибка от Топсона. Если бы не было варда, они бы не увидели бы тени и просто-просто так не прыгнули бы в него. Немножко не хватило этого центрика до варда. Господи, как это мелочь вдовольте. Но она решила буквально все в этой игре. Давайте посмотрим. Last Fight, наверное. Мне кажется, добьют вот этот тавер. Добьют Рошана. И пойдут заканчивать. Есть уже Скади. Невероятно запакованный Nightfall у нас. Отпушивает центр. Нужно хотя бы дофармить себе БКБ. Хотя бы дофармить БКБ. Пытаются Терзателя добить. Тут у нас Топс начинаем всем бить. Всей командой. Тяжело, непросто. И опа. Топс на гоним шар. С руки можно будет напуливать. Это всегда приятно. Дофармился также БКБ. Лучик надежды, что ли. Куча урона у нас теперь с палки. И бесконечная палка. Форстав? Что, блядь? У суппорта должен быть Форстав, а не у тебя. Так, у нас Рошан через 40 секунд. Вряд ли команда Рядиант будет идти. Найтфолд знает, что у нас есть Рошан. И почему бы не подождать его и не закончить вместе с Рошаном. Это будет надежнее и правильнее. 17 тысяч ведет командор Рядиант пока. Как файтится против них, я не понимаю. Упэла очень мало. 17 тысяч только Упэла. И утенит также 17 тысяч. У кентавра, которого гнобили, 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 19 тысяч. Так, нашли Марси. Марси можно пробовать остановить. Как-нибудь зацепить бы, как-нибудь обойти бы. Что-нибудь с ним бы сделать было бы вообще замечательно. Так, Реслица Рошан. Скорее всего, команда Рядиант его уже бьет. Пока максимально боятся команды Дарь. Боится Тобсом. Фармит он тихенько леса. Уже 15 тысяч. Ну, отфармливают свое. Слышим звук Рошана. И команда Рядиант его уже бьет. С Эггисом будет заходить у нас Найт Пол. В УДК, кстати, все не так уж и плохо. Очень много имеет. Давайте посмотрим по байбекам. Хотелось бы, конечно, чтобы у Тобсона был байбек. Но не хватает 600 золота и 20 секунд. Пока нет ни у кого на карте байбека. Нажимает у нас Смок. Хотят не файтиться на ХГ. Хотят словить его немножко раньше. Веду заоткушивает пока центр. Понимает, что Найт Фол у нас в хер где вообще. И можно ладить команду Рейдинг. Тобсон отпушил линию. Опа, бабочка УПЛ. А вот это вот классная новость. Есть байбек у Найт Фола у нас. Но это самый нужный байбек. Пытается кого-то найти. ДК у нас в центре скипает пачку. Найт Фол заходит на ХГ. Тобсон скип на пачку. Нажимает телепорт. Вызвешается на базу. Без байбека пока играет так же. Напряжение невероятное просто. Сороковая минута игры. 15 тысяч за командой Рейдинг. Но боятся зайти. Боятся хоть что-то сделать. Ошибиться, бояться. Но у них есть регость. Почему просто не зайти, не ломать. Но боятся. Понимает силу Тобсона. Так же Пэлла. Хороший шарплот в Эрке. Отлично просто. Можно пробовать плоснуть. Не получается. Господи, какой же хороший у нас от Найт Фолл Стрей. Отличный станк. Он залетает кучу урона. Просто лишается вся мана у нас у Найт Фола. Кучу ХП он теряет. Опасно стоишь. Опасно. Он пока хочет просто бить. Бить, бить, еще раз бить. Минус Аигис. Отлично. Надо в Суппорта заходить. Надо в Суппорта заходить. Побудет убивать. Вбивает ему. Хороший Валанчик. Ждет. Тобсон, пока зайти. Ждет. Не рискует. Минус Тавр. Падают Бараки. Нажимает Байбэк ВД. Умирает у нас Марсин. Тобсон ждет. Тобсон выжидает. Нажимается Смок. Отходит команда Рэддент. Нужно ловить дальше. Нужно хотя бы ловить кого-то. Нашли Тимбера. Тос. С руки. Хекс. Минус Тимбер. Дальше. Нужно бежать дальше. Ловить еще так же Кентавра пробовать. Так. Гоним Шард от ВР. Ну, слышу звук телепорта. И это минус 2. Задефались. Минус Аигис и минус 2. Неплохо. Хорошо. Ставится пауза. Давайте сразу же ускорим эту катку, чтобы не ждать лишние минутки. Тяжело играть. Очень тяжело. Видят Найтфолла снизу. Видят также Кентавра. Но Кентавра невероятно плотно. Бить его в соло не получится совсем никак. Так. Получается под Найтфоллом у нас суппорты стоят. Их также будет сложно убивать. И Найтфолла также. Сложновато. Давайте посмотрим по айтемам, что у нас на 40-й минуте. Есть бабочка, монта у нас. Башер, кстати, упала. Неплохо. Неожиданно. Тут есть Хекс. Тут есть Аганим. Также очень запакованный Тимбир. У Найтфолла просто 6 слотов, естественно. У Дыка, кстати, также все очень хорошо запакованный. Но вот Тобсон отстает по фарму. Очень отстает. Хотелось бы на слоте мукунуть больше. Аганимуса запихнуть. Вообще было бы суперклассно. Айундиск вот есть у Леона. Вот это вот мерзкое противно. Так, у нас Смог пытается кого-то найти. 4 тысячи у нас есть золото у Тобсона. Отпушивает он центр. Нашли Марса, но скорее всего под ней находится вся команда Рейдинг. Поэтому не рискует в него нападать. Тобсон скипает пока центр. Занимается верными вещами. Не дает команде Рейдинг просто на прозвольте идти. Скипнул пачку. Телепорт убежал. Хорошо. Стампит, слышу. Пытается как-то зацепить вверху, но вверху не самая лучшая цель. Она должна жить. Есть у нее байбек на всякий случай. Хорошо, выжила. Есть БКБ у Марти. Нажимается еще один Смог. Хотят кого-то найти из команды Дарь. И просто-напросто зайти и потом сломать все. Но тяжело. Стакпит, совместная команда Дарь также вместе. И по-моему они их ждут. Хотят файтиться не на ХГ. Заходит Кентавр. Кентавр нажимает Шилу. Затепили Тобсона. Стан пошел. Тут же Марси. Надо жать БКБ. БКБ, БКБ стану от Лена. И минус Тобсон. Господи, ты мой без байбека. Точнее с байбеком нажимает байбек. 10 секунд до ТП. Нужно выдвигаться к своей команде. Пытаться что-то помочь как-то сделать. Почему он БКБ не нажимал? Но он же видел. Мог же нажимать. Но почему? Умирает также ПЛ. Нажимает также байбек. Но я отойдет сейчас команда Радиан. Просто-напросто. И все. Минус 2. Минус байбек. Просто ни на что. Также БРка еще подставилась. Но господи. Минус ВРка. Будет ли нажать байбек? Хекс нажимает. У нас в ТОП. Какая ошибка? Нажимает он БКБ. Нажимает Аваланч плюс ТОС. Очень много ХП, кстати, у нас по Кентавру. Кентавр отправляет за в таверну. Хорошо. Нажимает Кентавра байбек. Через секунду Даггер. Есть Аваланч, есть ТОС. Можно пробовать дальше нападать. Аваланч закидывает. Умирает Леон. Нажимает также байбек. Нужно отойти. Нужно отойти. Не дайвить слишком сильно. Иллюзиями. Через Пэлла. Иллюзиями. Просто бить, 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 бить. И на это все. Нужно отпушить мид. Нужно отпушить мид. Падать. Скоро будет Т4. Поднимает об этом Топсон. И стягивается он на центральную линию. Выбили тоже несколько байбеков у команды Redmond. Но этого слишком мало. Этого недостаточно. Брошку себе даже ставят. Но это тоже не то, мне кажется. Какой-нибудь гонит тебе нужен. Хватает урона. Брошь, кстати, дает урон. Особенно в новом патче. Ну, маны будет мало. Не знаю. Не знаю. Топсон, нужно что-то выдумывать. Включи свой гениальный мозг и выиграю эту катку. Я не знаю, там диффуза купи на тени. Просто выиграю мне. Ты можешь. Ты можешь. Ты можешь. 45-ая минута игры. 15 тысяч за командой Redmond. Они лидируют, лидируют, лидируют. Все. Но очень сложно им заканчивать эту катку. Просто невероятно. Сия. Ну. Можно уже купить в принципе. Бэйбэ какой-то все равно нету. Пофигу найти стики продать их. Можно было гарпун так же апнуть. Я уж начинаю думать свое. Почему не покупаете ее, когда у него есть деньги, но нет денег на бэйбэк? Какая разница? Я не понимаю. 24 левел. Что может спасти? Минус 8 секунд кэбэленча. Кэбэленч. Ну да, в принципе неплохо. Есть сия, но это не самый лучший айтем. Заходит Nightfall у нас на хг. Ну кого ты тосаешь? Господи ты мой. Минус рэдж брак. Почти потеряли. Отличная связка. Можно пробовать развернуться. Туда кидает у нас пэлокопье. Кэбэленча, но тяжело. Но если бы он тоснул бы, кстати, был бы малейший шанс. Но сразу же была бы вжата ульта. Нужен какой-то хекс в команде Dyer. Есть хекс. Тогда все. Тогда эта смерть была бы точна. Команде Red Hat нужно дождаться Аегиса, еще одного Рошана и пойти с ним заканчивать. Максимально зажимать команду удар на базе. Просто фармить это вот эту вот всю зону. Максимально. Все. Все команды. И еще одного Рошана ждать. После убивать Рошана и Медузской просто заходить ломать. Это все. Гарпун. О. Как и знал. Нашли. Стан. Замедление. Эбэленч откидывается. Хорошо. БКБ нажимает. Без БКБ будет. Господи, ты мой. Надо жить. Надо жить. Надо жить. Как-нибудь. Байбека также нету. И Топсон. 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 Пытается что-то. О. Отличный Глимер. Господи, ты мой. Вичдоктор. Ты просто чудо. Отбегайте. И пока есть Эбэленч. У него можно прыгнуть. Можно прыгнуть. Помочь убить двоих команде. Минус Леон. Эбэленч. Всю команду. Тост туда. Огоним. Вот Огоним был нужен. Я же говорил раньше. Марси подставляется. Марси также умирает. Отлично. Убегает пока на дагере. Дальше. Дальше. Кентавр их также зацепили. Вот. Какая дошла. Одная ошибка. Команда Леонидов ошибается. Одним за одним. Не обгиблилетини. И на этом все. Они посыпались. Минус 4. Просто от команды. Дайр. Это просто. Невероятно. Топсон также выживает. Без байбека. Без ничего. 5200. Сия. Гений. Просто гений. Молодец. Супер. Красно. Просто отыграл. Сию купил и выиграл. 25 левел взял. Правый талант. Надо идти заканчивать. Есть Найтфол. Но Найтфол в соло не дефает. Уже на Медузе. Не дефает. Нет у него байбека. Нет ничего. В соло просто убить этого героя будет. Вообще сложно. Но с командой так решимо. Заходите дальше на Т2. Хочет на ЛК стомать. Играет точнее по Верочке. Добивает Т2. Заходит дальше. По байбекам есть у Тимбера только. Или боятся. Или ждут Рошана. Рошан рез. Господи. А ДК заходит. Как же нагло. Как же нагло отыгрывает у нас ДК. Есть у нас Рошан. У Рошана есть Егис. И это то что нужно. Топсон. Ооо. А вот с этим он явно выиграет игру. Быстро падает Рошан. Очень быстро. Аиги скорее всего возьмет себе ПЛ. И Аганим возьмет себе естественно. Топсон. Скушал Аганим. И теперь урона у Тини намного больше. Вот то что ему как раз и не хватало. ХП стало больше. Ресурсов стало больше. Дальше себя ставит Аркан Блинк. Естественно. Есть Аганим. Почему бы не Аркан Блинк. Есть Егис. 5000 уже за командой Дар. Есть у нас дабл дэмэдж. Можно дать его ПЛ. Можно дать Тини с Аганимом. Кстати это будет вообще просто супер с Хандой. Так вообще просто божественно. Нужно идти дальше. И нужно идти заканчивать эту катку. 50-ая минута игры. Дамы и господа. Надо идти и заканчивать. Идти и заканчивать. Одна смерть у нас у Идеала еще только. И неужели он ее тоже проиграет? Видит Кентавра. Пошла атака по Кентавру. Нажимается БКБ. Нажимается Аганим. Аганим был нажат. Не был нажат. Тут у нас Найтфолл. Он ультует. Нужно отбегать. Заморозили. Заморозили Топсон. Нужно отбегать. Нужно Тоса. Тоса этого Марси. Марси это блин. Но есть Аганим. Есть Аганим. В всякий случай. Есть у нас Эвеллендж. Есть также Тос. Пошла атака по Медузке. Есть Аганим. И Аганимом просто. Ну а просто он сразу же и текстуется получат. И на этом все. Минус один. Минус второй. Дальше нас заставляют зацепили. Также еще и Найтфолла. Без Байбэка. Найтфолл также отправится скорее всего в таверну. Байбэк это у нас Тимбер. Но Найтфолла уже никак не спасти. Никак ничего с ним не сделать. Надо оставлять также Леону. У Леона также нету Байбэка. Тут у нас Тимбер. Тимбер начинает бить. У нас Топсон. Топсон очень много ха потеряет. Надо помощь. Отличный Вильторон. И это минус пять. Для команды Дайр. Двадцать тысяч за ней. Заходят по верхней линии. Падает у них Т4. Но мне кажется чхать они хотели на это все. Пофиг на Бараке. Пофиг на все. Идут дальше на Т4. Начинают его бить. И просто-напросто добивают Т4. Максимально идут в трон. И Найтфолл проиграл эту катку. С счетом 12-2. 12. Господи. Думаю. Просто шикарная игра от Топсона. От ДК. От ПЛ. От Вич Доктора. И от Виндрана. Вот такая вот веселая. Интересная. Затянутая игра у нас получилась. Всем спасибо ребята за просмотр. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok. Продолжение следует...